Субтитры сделал DimaTorzok МТ-25, который в патче 0.8.7 заменит Т-52 И я хочу вместе с вами понять и узреть Почему же все игроки считают этот танчик унылым куском говна Почему его все так ругают Почему его все так хают Почему все говорят, что блин, я уйду из игры Просто порву на себе тельняшку И найду, вычислю по эпи серба Если все-таки мой любимый Т-52 обменяют мне на это унылое Г Для начала давайте посмотрим на характеристики Ну конечно, ребят, нельзя смотреть на характеристики МТ-25 В отрыве от Т-52 Надо их сравнить, потому что если просто смотреть на ТТХ МТ-25, это то же самое, что заглядывать И католической монашке под юбку Все равно там нихера не увидишь, потому что заросло Поэтому мы сейчас пойдем на форум И посмотрим там, насколько изменились характеристики Топового света СССР В худшую или лучшую сторону Что же мы тут видим? Мы видим, что практически по всем мелким характеристикам МТ-25 лучше, чем Т-52 ХП больше, мощность лучше, скорострельность лучше, скорость поворота башни Скорость поворота корпуса вероять Назвать сгорание броня, башню броня, корпуса баи запас Блядь, это ж просто пиздец Аллилуйя, аллилуйя, граждане Просто мана небесная на нас не зашла Ну почему же? Все считают, что МТ-25 говно А вот в чем суть, ребята Вот в чем сырмяжная правда жизни Вот, вот, смотрите, вот она что Вес был 16 тонн А стал 26 Блядь, я не знаю, что там 50 лебаных китайцев туда залезли Я не понимаю, почему масса стала 26 тонн Но, тем не менее, это так А при практически таком же движке Да, 550-600, разница небольшая Масса почти больше в 2 раза Это, конечно, ребят, это печаль Это просто печаль, потому что удельная мощность Была 35, а стала, ну, меньше 24 О чем это нам говорит? Это говорим о том, что танчик охуенный Да, у него там и мощность двигателя И скорость тринга И скорость поворота И броня И вероятность возгорания лучше Все лучше Только есть одна загвоздка Ну, блядь, нихуя не есть Ну вообще, вообще Вот поэтому я на стриме взял этот танчик Мы с Кириллом прокатались один бой И, ну, нет слов Поэтому сейчас мы выйдем в бой И посмотрим еще раз Насколько этот танчик Ну, просто дерьмовее Чем Т-52 И вот мы на карте Рыбацкая бухта Нам повезло На тестовом сервере Нам попалась артиллерия Значит, мы, по идее, можем выполнить Свои прямые обязанности стритляка Ну, а пока идет отчет боя Давайте посмотрим На внешность нашего танчика Ну, во-первых Нельзя не отметить, что он стал короче Но при этом жирнее Вы видите, что стал шире Ву Внешность в основном осталась Примерно такая же Единственное, что катки Теперь расположены в шахматном порядке Как у немцев Это, конечно, интересно Ну, а дальше все так же Примерно все те же Канатики Тросики Лопатки Лопатка, кстати, такая Немаленького размера Надо отметить Наверное, чтобы Выкапывать этот танчик Из дерьма В котором он обычно застревает Ну, это ладно Мы сейчас поедем И мы разгоняемся И И что-то Что-то по пересеченной местности Ну, вы все помните, да? Как я видел Т-52 Как он летал Как он был ракетой Как он был молодцом Но это Что-то не очень Я не знаю Может быть Мне так кажется Может у меня какой-то бракованный вариант Но Посмотрите Посмотрите, как он заехал Он заехал на 50 метров Сейчас Это что Что за хуйня Я не понял Ну как? Посмотрите, он с горки едет 50 Он просто на пересеченной местности Не могет Просто не могет Посмотрите Посмотрите, что творится Я не знаю Такое ощущение, что Просто цыгане спиздили движок И поставили туда вместо него Какую-то херню От таза Посмотрите Охренеть Просто охренеть Нет слов Что нам теперь делать? У нас лучше броня У нас лучше все У нас лучше маневренность Только Блядь Одна проблема Танк ни хрена не ездит Ну как? Как такое вообще возможно? Что это? Что это, блядь, за бред? Ну ладно Вот у нас есть Т-62 Поедем убьем Т-62 Хотя Кого я обманываю? Кого я обманываю? Просит у нас помощи 121 Я ему пишу в атаку Блин Он с горки Мы едем 72 Это, конечно, очень все приятно Но Блин Какой же он неповоротливый Ребят Вы бы только чувствовали Какой он неповоротливый Сейчас я догоняю Не пробил Да Боже, какой он неповоротливый Посмотрите Он даже не попадает Посмотрите Посмотрите, как скорость падает Посмотрите, как падает скорость Как горит этот петух Горит этот советское Бесполезное говно Теперь, ребята Мы на солнечной карте Порт И попробуем сыграть Классического светляка Итак Едем по мосту И надеюсь, что Меня не убьет Первый же Вылетевший откуда-то враг Поворачиваем так О, господи Что это за утюг Такой выскочил Оттуда Так, не стрелять Меня поворачив Поворачиваем Поворачиваем Поворачив Ну, ну Господи Неповоротливый кусок говна Давай, набирай скорость Посмотрите, как он медленно едет Ну, как он медленно едет Ох, господи Кто-то сзади стреляет Так, уходим Направо Дрова какие-то непонятные На трcialке Дрова Во дворе Двора Господи Что я только что сказал Так, поворачиваем Направо Сзади Надо, кто ж меня там сзади преследует Какая-то СТ-шка вроде бы сзади на меня поехала Тут еще, блин, Т-62А Уходим на Т-62А Сейчас надо быстро поехать к арте хоть кого-то Кого-то засветить, быстренько подъезжаем Кругу у захвата, блин, леопард Твою мать, леопард, быстренько Едем, едем, ну где, где арта, рикошет Где арта, где арта, где арта Уходим, 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 тут поворот Ну, поворачивай, поворачивай, поворачивай Нет, нет, нет Аааа Как печально, как печально Ааа Да Все правильно, леопард сделал все правильно Это не танк После Т-52 это просто унылый кусок говна И ему место на днище Ну что, говно, ты готова нагибать? Я готова нагибать Поедем трахать арту Да, мы поедем трахать арту Ах, ты бесполезная говнища Ну, сейчас попробуем что-то из тебя выжить Так, ребята, я на карте Жемчужная херня какая-то Жемчужная река Есть, слава богу, в бою одна артиллерия И поедем Мы помчимся на оленях Утром раним и Ворвемся мы негаданно Самую звезду Поедем, попробуем что-нибудь сделать Попробуем сделать что-нибудь полезное Ну, блядь, ну, посмотрите Ну, блядь, ну не едет Даже в горку, ну не едет Это говнище советское Господи Ну, зачем было выводить Т-52? Скажите мне, ну зачем? Хороший же танк был Реально хороший Я на нем не катался Ну, блин Я его не любил Не любил Т-52, реально Потому что сам на нем не катался Но это был достойный противник А это, что это за хуйня? Что это за хуйня? Что это за Фрэнкенштейн? Так, погнали Опа, опа, петушок Нас интересует, не интересует Интересует этот петушок интересует Перезарядочка Ай, хорошо Ай, хорошо Ай, хорошо Закукарекал Закукарекал О, да-да-да-да-да Карат, как Конечно, нас Е-50 не особо интересует Нас больше интересует Этот самый, как его там Арто Артублядок нас интересует больше Но этого тоже можно пострелять Так, посмотрите Посмотрите Ха-ха, балбес Балбес Ты че? Захвачиваться Да че тебя не пробил? Блин Так Блин, какой он здоровый Я не могу по Е-50 в корпус попасть, а? Да давай умри, блин Что ты там, е-е-е-е Что ты, сука, вертишься тут, а? Жопой своей торгуешь Немецкая шлюха Что ты смотришь на меня? Что ты? Да все уже Не достанешь ты меня Не достанешь Блин, надо В снайперском Да-да, все Блядь! Блядь! Что это было? Что это было? Ну ладно, ребята Я думаю, уже вы поняли Какой МТ-25 Унылый кусок говна А теперь давайте посмотрим на Т-52 Какой он пока еще есть в пальче 0.8.6 И каким он уже никогда не будет после Посмотрим бой от игрока из клана Ред В Игрок Люцек Он в бою с 10 уровнями И мы посмотрим, как Т-52 нагибал Как он быстро всех светил Как он троллил И так далее и то подобное Во-первых, ребята Обратите внимание на динамику Она совершенно другая Совершенно другая динамика Чем у МТ-25 Танк намного быстрее набирает максималку Намного более маневренный Несмотря на то, что по ТТХ Казалось бы, что иначе И все это за счет более Маленькой массы И за счет Примерно такого же движка А теперь, ребята Начнется такое Что вы просто сами офигеете Люцек Видя, что противники Нагибают А союзники сливаются Будет сейчас такой цирк творить Что просто Ни сказки сказать Ни пером написать Смотрите Проезжает на базу Просто в наглую Прокатывается мимо арты Мимо всех СТ Тут дрифтует На одной гусенице Лие Копро, как говорится За ним увязается ВЗ-132 И сейчас он сделает такой финт Который МТ-25 Просто не снился Смотрите Смотрите, что делает Люцек Оба-на Обратный Эрон-дон-дон-стайл Смотрите, просто взял И заехал наверх И все И ВЗ-132 Там лососнул тунца Ничего он не может сделать Все Опа Да Ага Хер там, как говорится И Люцек просто Начинает его троллить Вот подъезжает Сто тридцать двойка Но она ничего Не может сделать У нее ничего не получается Почему? Да потому что Все Да потому что Догнать Т-52 Просто нереально Посмотрите Вот приезжает Ребята Фодж Фодж приезжает Видит Т-52 Агрится на Агрится на Т-54 К сожалению Люцеку стоило бы Сейчас уже вперед Поехать И закаруселить Фоджа Но он немножечко потерял Время И не сделал это Но тем не менее Смотрите У Фоджа две цели И понятное дело Что сразу на две Он не может Поворачиваться Да у нее там У ГНов не хватает Чтобы сразу две цели Контролить Поэтому он страдает Просто через каток Страдает Ну а Люцек молодец Правильно держал его На катке Если бы наверное Не ремкомплект Фодж так бы и умер Ну а тем временем Как вы видите Противники уже приехали На базу Что-то там пытаются сделать Что делает наш Люцек на Т-52 Он просто едет В период И сейчас будет Просто всех убивать И все Ну потому что Это Т-52 Ребята Это сука Советская мощь Что тут еще скажешь Люцек едет на базу Пролетает мимо ИС-8 Просто не обращает На него внимания Видит что там есть Т-95 Которая может быть Серьезной Обузой Для союзников Потому что артиллерии Уже нет И смотрите Что он делает Он просто подъезжает Первым выстрелом Ее поджигает И начинает ее насиловать Вот и все Да детка Да Еще снарядик Но от Т-95 Судя по ее виду Судя по тому Как у нее Ствол Подергивается Я так понимаю Она получает от этого Очень большое удовольствие Смотрите Как ей приятно Смотрите Она прям хочет А хочет умереть Тут Яга Е-100 Промахивается Буквально таки В метре Пролетает снаряд И что делает Люцек Но он Не дрожит От страха Там Поджал яйца И вперед Вперед Нагибать Смотрите Едет прям на Ягу Яга думает Видимо как-то затронить Ага Хер там Просто пролетает Мимо Бац 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 Это все И это был последний фраг Люцек Заработал В этом бою 4 фрага Сделал Невероятный вклад В победу Результаты Ребята Просто поражают 50 тысяч кредитов И 7 тысяч опыта Смотрим сюда Тут у нас Люцек Насредил 3 700 И насветил Ну немножечко 500 всего лишь Тут смотрим Получается у нас 2 400 Это без према 3 600 С премом Всего Понятное дело 7 200 Ой Это ребята Был Т-52 Вот таким он был И конечно Такого танка У нас уже Никогда не будет Вместо него У нас будет МТ-25 Кусок Унылого говна Вот такие вот У меня мысли Надеюсь Что вы мне тоже Что-то напишите Хорошее в комментариях Ну а если нет Можете написать Что-то плохое И послать меня Куда подальше Если вы вдруг Не согласны И решили Что МТ-25 Лучше Т-52 Это ваше право Ну а под конец Ребята Мы можем просто Прочитать Прекрасное Стихотворение Которое Олицетворяет Все то Чем был Вод оф танкс Т-52 Давайте вместе Ты гнул арту Врага светил На респе ТТшек И ПТшек Нагибал Закручивал Юлил Сбивал захват И вместе С другими Ты нам выигрывать Давал Ты ярко жил Гуслю в прыжке Теряя Тараном сняв захват Ты жертвовал собой Ты в бешенство Вводил команду Негодяя Катаясь через строй Под массовый огонь Ты багарам Как альпинист Залазил И в узкие проемы Проезжал Прошмыгивал туда Куда противник вялый Подумать и не мог Светил А он не знал Но вот пришла пора Расстаться с другом верным Что столько фана Нам порою приносил И хочется сказать Разрабам откровенно Ребята Вашу ж мать Ну кто же вас просил Спасибо ребята С вами был Джофф И увидимся В новых видео Чао Какао Субтитры сделал DimaTorzok